Тоталитаризм С позиции такой философии истории, наверное, буду говорить об этих явлениях. Во-первых, откуда происходит и то, и другое? Из человеческой, конечно же, природы. Из того, что человек изначально является, безусловно, чем-то совершенно отличным от животного, от биологического существа. Но, с другой стороны, человек это существо, которое всеми силами и средствами пытается опять вернуться в животное состояние. И склонность людей к тоталитарному мышлению, к тоталитарной форме политической организации, к тоталитарной религиозной доктрине. Это проявление как раз вот такого отсутствующего у нас напрямую родового инстинкта, который мы пытаемся в таком субливерованном виде воспроизвести в качестве какой-то социальной, геологической, религиозной или прочей схемы. И, в общем-то, тоталитарная тенденция столь же древняя, как и, собственно, само человечество. Вообще, есть в философии два таких ключевых определения, что есть человек, связанных с именами двумя известных философов. Это Аристотель и Кант. По Аристотелю человек это существо общественное в большей степени, чем муравьи, пчелы и прочие зданные существа. А спаситель Канта, человек, это существо в крайней степени неуживчивое, это существо, которое склонно не соглашаться, принципиально не соглашаться с тем, что происходит вокруг него. Ну, если вспоминать слова Канта, то примерно так в русском переводе звучит цитата. Сейчас примерно вспомню. Люди, если бы они были столь же кроткие, как опцы, никогда бы никогда не сделали бы свое существование более достойным, чем существование домашних животных, которых они пасут. И все лучшие задатки человеческого рода навсегда остались бы нераскрытыми в условиях всеобщей гармонии и примирения. Человек хочет согласия, но природа лучше знает, что для него хорошо, и она хочет вражды. То есть, рождание, уживчивость, нестабильность, желание сопротивляться к данности, это то, что по Канту, в большей степени определяет человека, и что является источником развития цивилизации во всех ее проявлениях. Культуры, искусства, политики, исторических событий, ну и так далее. Вот эти вот две наших природы, в одной из которых говорил Ирстокий, в другой Кант, они, собственно, определяют всю сложность нашего существования в социуме и, в общем-то, самим собой. Но вот тоталитарная тенденция, она, безусловно, связана с тем, что у нас есть склонность к обобщению, к растворению, к поглощению нас какой-то привлекательной силы. Ну, человеку вообще характерно желание, ну, такого гигнабельного погружения в ту или иную сферу, либо деятельность, либо какой-то авторитет, ну, нам это часто очень нравится. В этом плане можно вспомнить известного психолога начала 20-го столетия, конца 19-го, Кустов Либон, который написал такую работу, как «Психология толпы», и, в общем, определял три основных качества, которых реализуют человека толпы. Первое, что нам нравится в толпе, это анонимная сила. Анонимная сила, когда мы чувствуем действительно небывалую мощь, находясь в сообществе, в содружестве, в компании, ну, причем, если эта компания одинаково заряжена одинаковыми эмоциями или идеями, человек сам при себе может быть очень неуверенным, очень слабым, очень, ну, неустойчивым в каких-то своих желаниях или мыслях, но попадая в толпу, это все исчезает, и на место вот этой слабой личности приходит вот этот вот, «Мощь толпы». Второй момент, который Либон описывал, это заразительность. Попадая в общество других людей, попадая в толпу, человек включается, причем очень быстро включается вот в этот общий эмоциональный настрой. Его это захватывает, ну, каждый из нас это может вспомнить по, например, присутствию на рок-концерте, допустим, да, или на футбольном матче на стадионе во время футбольного матча, когда одна волна, одно чувство действительно смывает все различия между людьми и, ну, воспроизводится такое единство, совершенно искренне причем. Ну, и третий момент, о котором Либон говорит, это как раз гибнабельность, да, то есть склонность к обнушению. Человеку он нравится, когда им заводевает какая-то сила, заполняет, ну, в общем, нашу внутреннюю пустоту, ибо слишком часто мы не способны сами своими усилиями эту пустоту чем-то, ну, чем-то заполнить, чтобы создать внутри себя. И пользуемся вот такими готовыми вариантами. То есть склонность человека к тоталитаризму, она лежит как раз вот в нашей природе, и, ну, в общем, она совершенно неискоренима. Здесь вот каждому из нас, если мы хотим ориентироваться на бытие свободного, самостоятельного и мыслящего человека, нужно постоянно помнить вот о присутствии этой склонности, о присутствии этого общественного животного внутри нас, ну, и, осознавая это, идти куда-то в другую сторону. Что касается демократии, ну, буквальный перевод, безусловно, вы знаете, так, власть народа, ну, вообще под демократией в целом понимается такая система не только политического, но, скорее, культурного и мировоззренческого устройства, когда ориентир идет на свободное волеизъявление человека, который договаривается с другими людьми о том, каким образом он будет обустраивать свою жизнь. Вот, если мы будем говорить об исторических и политических, социальных примерах, как проявляется тоталитаризм и как проявляется демократия, то тоталитарное устройство общества – это устройство с четким и однозначным авторитетом, с вертикальной иерархией этого авторитета и с растворением людей в таком воодушевлении и страхе перед силой, которой излучает вот эта вот авторитарная власть. Демократия – это договорное устройство, когда люди, собираясь, договариваются о том, что им считать добром и злом, что им считать верхним низом, черно-белым и так далее. С другой стороны, демократия, безусловно, это, скажем так, наверное, высшая ступень развития человеческого общежития. С другой стороны, в демократии заложено тоже очень много подводных камней, которые довольно легко перетекают в влачение больших количеств, больших масс людей какими-то тоталитарными идеями. И в этом плане демократия довольно легко, просто иногда по щелчку пальцев, переходит в достаточно тоталитарные форматы. Ну, те же самые древние греки, которые были представителями как раз от первого в истории демократического сообщества, афинской политики, довольно хорошо это отслеживали. И, в принципе, тот же самый Аристотель говорил о том, что власть народа очень легко переходит во власть толпы, охлократия. Когда доминирующие чувства, меняющиеся какие-то увлечения, капризы большой массы людей, они становятся источником принятия решений, и, в общем-то, этот источник очень далек от какого-то действительно свободного, самостоятельного и разумного формата. Толпа также очень часто склонна к тому, чтобы назначать, вернее, увлекаться тем или иным лидерам, харизматическим лидерам, которые хорошо соответствуют склонностям людей к, допустим, какому-то драйву, дают им какие-то проекты, которые вызывают у людей чувство гордости, чувство значимости. И в этом плане, в общем-то, история показывает большое количество примеров. Когда от республики, от демократической формы управления, целые народы, страны очень легко перестакивали в режим увлечения имперскими идеями, увлечения тоталитарными вождями и тоталитарными планами. Ну, к примеру, революционная Франция после Великой Французской революции 1789 года, буквально через 15-20 лет, она переходит в режим увлечения и поклонения фигуре харизматического вождя Наполеона Бонапарта и превращается, по сути, в такую республиканскую империю. Людям на самом деле это нравится. Людям нравится чувствовать себя причастным к какой-то огромной мощной силе. С одной стороны, эта сила обезличивает, а с другой стороны, довольно много у нас тенденций, которые связаны не с каким-то личностным, сложным, мыслящим началом, а скорее с желанием получить какую-то дозу сильного чувства, получить какую-то причастность, которая нас наполнит. Приписывают Чингисхану такую фразочку, ну, я не знаю, насколько она действительно ему принадлежит, по крайней мере, такая легенда о том, что он говорил, свою роду такая методика небольшая по управлению толпой. Он говорил, что сделай людей гордыми, это сделает их глупыми, и ты будешь владеть ими, как хочешь. Гордость — это то, на чем в большинстве случаев выстраиваются целые империи, выстраиваются тоталитарные режимы. Гордость — с одной стороны, с другой стороны, конечно же, страх. Человеку довольно страшно оставаться наедине с собой, наедине с собственными непроработанными мыслями, с собственной неопределенностью. В этом плане стоит вспомнить, с чего, в принципе, у нас на уровне человечества, на уровне мировой истории начиналось такое движение в сторону разума, свободы и самостоятельной личности. Начиналось, как вы помните, в укопе Ренецианса, в укопе итальянского возрождения, и один из его очень ярких представителей, Пико Делла Мирандула, давал примерно такую характеристику человеку, что, в отличие от всех других существ, человек не имеет ни особого предназначения, его тело не приспособлено к выполнению какой-то строго определенной деятельности, и Создатель, оставляя человеку вот эту свободу, захотел, чтобы человек сам своими усилиями нашел себе и предназначение, и форму деятельности, и, собственно, как независимый эксперт оценив то величие того мира, который творец создал и в котором поставил человека, как вот этого независимого художника и, с другой стороны, оценщика окружающего бытия. С одной стороны, это, конечно, прекрасно, да, быть свободным, разумным, самостоятельно искать какие-то формы описания окружающей реальности, но насколько много людей, которые действительно к этому готовы, которые не желали бы вместо свободного поиска обрести какую-то безусловную истину в последней инстанции и руководствоваться ей для того, чтобы, ну, больше не задумываясь о принятии решений, ну, в общем, действовать по сценарию. В этом плане, ну, наше российское общество тоже является примером такого, ну, скажем так, не то, что даже ухода от свободы, а непонимания, что с ним делать. Я вспоминаю вот такую сцену, когда я закончил Томский университет исторический факультет, я приехал в Новосибирск, начал преподавать историю России, то преподаватели кафедры истории отечественной, ну, как пожилые тетушки, которые, ну, провели, безусловно, там, всю свою сознательную жизнь при советской власти, они были в ужасном недумении, как теперь нам читать историю России, что теперь рассказывать. Раньше было понятно, там, ведущая роль партии, правительства, великие генеральные секретари и так далее. Что теперь? Я был совершенно в шоке, я говорю, как вы теперь получили совершенно открытый доступ ко всем источникам. Нет железного занавеса, вы можете находить в библиотеках, в архивах все, за что раньше, ну, просто, вас тотчас лишили должности и упрятали бы места не столь отдаленные за запрет, за пользование запретной информации. Теперь это все можно. На что эти преподаватели говорили, ну, это же так затруднительно, это так и непонятно. Вот эта вот непонятность, неопределенность является тоже, по большей части, такой серьезной причиной, что люди ищут какому бы тотальному мифу, какой бы тоталитарной истории примкнуть. Ну, вот как-то так. Я для презентации хотел бы вам показать небольшой отрывок, который, безусловно, вы все наверняка знаете, великого режиссера. Ну, как-то так. И в завершение еще несколько слов о тех сложных противоречивых моментах, которые лежат в основании демократического устройства. Ну, вы наверняка знаете знаменитый лозунг, который возник в эпоху Великой Французской Революции, который, ну, на своем знамени, который написал три основные ценности победившей демократии, победившего народа власти. Кто-нибудь может вспомнить назвать? Свобода, равенство и братство. Да, свобода, равенство и братство. С одной стороны, если мы будем понимать под свободой действительно способность человека к самостоятельному самоопределению, то, как показывает нам история, нет ничего более не свободного, лишающего человека, действительно, вот такой самостоятельности, как воля к равенству. Когда человек хочет, чтобы его приравняли, либо других людей приравняли к какому-то одному даже высокому стандарту, неважно, это моральный стандарт или имущественный стандарт, так или иначе, в этом уже заложена некая доза больше или меньше насилия. Насилие над непохожестью людей друг с другом. Когда мы хотим равенства, мы хотим подогнать, в общем-то, окружающий нас мир под какой-то один понятный стандарт. И в желании равенства очень часто лежит такое чувство, как зависть. Зависть в тем, кто как-то выделяется, кто как-то не похож на нас, ну, возможно, здесь в лучшую сторону или в более счастливую сторону и так далее. Ну и, собственно, братство, ценность братства, оно очень тоже интересно может коррелировать с таким понятием, как корпорация, корпоративность. Желая примкнуть к какому-то тесному братскому сообществу, человек очень часто жертвует при этом собственной свободой, собственной индивидуальностью и, ну, попытками самостоятельно определить для себя, ну, какие-то потолки, какие-то стороны добра и зла, черного-белого, ну, в общем, какие-то ценности. Попадая в корпорацию, человек, ну, на автомате получает сразу весь набор того идеологического материала, которым он потом начинает пользоваться. Поэтому в самой демократии заложены изначально такие моменты, которые вот это состояние, ну, которое мы описываем как все-таки высшую социально-политическую форму человеческого общежития, которые могут это состояние довольно легко превратить в нечто противоположное.